Дмитрий Книга Дмитрий Книга Он создан для того, чтобы упростить работу людям И для того, чтобы люди более легко могли осуществлять свои функции налогоплательщика Очень просто зарегистрироваться в качестве самозанятого Для этого достаточно скачать мобильное приложение Налог на профессиональный доход, оно так и называется И с этого момента вы фактически становитесь уже плательщиком данного налога Самозанятым Данный налоговый режим могут применять парикмахеры, косметологи, фотографы, перевозчики пассажиров и грузов Лица, которые самостоятельно производят товары, сами производят товары, их реализуют, торгуют ими Специалисты, к примеру, по созданию сайтов, также написанию текстов, лица, которые осуществляют ремонт Также есть определенные ограничения, которые не позволяют применять данный налоговый режим В частности, одно из ограничений состоит в том, что сумма вашего дохода в данном налоговом режиме Не может превышать 2,4 миллиона рублей в год И также нельзя осуществлять торгу, перепродажу товаров Также нельзя иметь, данные лица не могут иметь работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях Ну и еще некоторые иные ограничения, я назвал самые основные Скажите, пожалуйста, с чем связано введение такого налога? Данный налог, введение такого налога связано с тем, чтобы большое количество людей, которые осуществляют свою деятельность без регистрации смогли выйти из тени И потом впоследствии могли получать право в том числе на социальную пенсию Я еще хотел бы один очень важный момент отметить Часто задают вопросы, может ли индивидуальный предприниматель применять данный налог? Может, но есть одно очень-очень важное замечание, о котором некоторые, к сожалению, забывают После начала применения данного налогового режима, то есть налога на профессиональный доход Индивидуальный предприниматель обязан в течение 30 дней направить заявление по установленной форме в налоговый орган Об отказе от применения иных специальных налоговых режимов Это очень важно, я прошу обратить наших зрителей внимание Потому что в дальнейшем могут быть определенные фискальные последствия негативные для налогоплательщиков, если они этого не сделают Ну, в принципе, это хорошо, что данная область теперь узаконена Да, конечно Вот, да, мы переходим к следующему вопросу Это уже имущественные налоги, да? До какого все-таки срока необходимо их заплатить за те объекты, которые зарегистрированы у нас в области, в нашем регионе? Мы сейчас вступаем в завершение налогового периода, 2018 год Я хочу обратить внимание наших зрителей, то, что сейчас мы должны будем платить с вами налоги по сроку до 2 декабря Те налоги, которые исчислены за 2018 год Очень часто некоторые обращаются к нам с вопросом Я в 2019 году 6 месяцев владел автомобилем Почему вы мне исчислили налог за 12 месяцев? Вот я поясняю Данный налог, все налоги имущественные, которые мы как физические лица платим Они исчислены за 2018 год Наша обязанность уплатить данные налоги не позднее 1 декабря Но так как в этом году 1 декабря это воскресенье То оно переносится на 2 декабря Соответственно крайний срок уплаты налогов 2 имущественных налогов физических лиц Это 2 декабря Получается вот тот пример, который вы привели с автомобилем В следующем году, в 2020, когда будет уже за период 2019 года платить За те же 6 месяцев придется заплатить? Да, естественно В сводном налоговом уведомлении, которые получают наши налогоплательщики Указано количество месяцев владения Либо это транспорт, либо это недвижимое имущество, либо это земля Данные все мы получаем из регистрирующих органов И регистрирующие органы несут ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений Как налогоплательщики могут получить те данные о налогах, которые они должны заплатить? Я имею ввиду уведомления Да Самый лучший и простой способ для налогоплательщиков Это открыть личный кабинет налогоплательщика Я рекомендую всем, тем налогоплательщикам, которые приходят к нам Я рекомендую это всем своим друзьям, знакомым, родственникам Потому что это самый простой и удобный способ общения с налоговым органом Как это можно сделать? Зарегистрироваться в личный кабинет Налогоплательщик может, либо обратившись в любой налоговый орган Независимо от места своей регистрации С заявлением Бланк заявлений вы можете взять непосредственно получить в налоговом органе Либо обратиться в многофункциональный центр Такие центры на территории нашего муниципального района тоже есть И впоследствии на свою электронную почту получить соответствующий логин, пароль И обращаю внимание, когда вы получаете пароль, вы должны в течение 30 суток поменять этот пароль В противном случае ваш личный кабинет будет заблокирован В личном кабинете отражены все данные, которые есть в отношении вашего имущества налогового органа В личном кабинете вы можете увидеть все те налоговые уведомления Если вы не зарегистрированы, то вы получите налоговые уведомления по почте Обращаю внимание, что в соответствии с действующим налоговым законодательством Налоговое уведомление считается полученным налогоплательщиком на шестой день После того, как налоговый орган это уведомление направил Так как каждый гражданин, каждое юридическое или физическое лицо Несет риски неполучения юридически значимой информации Поэтому, когда мы слышим о том, что налогоплательщик говорит Я не знал, что я должен был оплатить налоги Почему вы мне насчитываете пеню Или почему вы направляете в отношении меня заявление на взыскание неуплаченного налога То мы поясняем, что вы не получили налоговое уведомление по почте По каким-либо причинам Может быть вы находились в отъезде Но тем не менее, это вас не избавило от обязанности Оплатить установленное действующим законодательством налоги Но казалось бы, если даже гражданин не получил налоговое уведомление Ведь срок уплаты налогов каждый год один и тот же Да, естественно То есть он должен уже знать, что в принципе приближается конец года И он, если даже не получил налоговое уведомление Как его можно получить и как узнать? Помимо этого, вы можете обратиться к нам в налоговую инспекцию в любое время И вам оперативно, вы не потратите много времени Оперативно сотрудник налоговой инспекции просто распечатает это налоговое уведомление и вручит вам его Потому что мы пытаемся наиболее максимально информировать наших граждан О тех налогах, которые они обязаны платить На своем собственном примере могу сказать, что действительно два года назад я получил личный кабинет И вот в этом году уже заплатил налоги Все действительно очень удобно Заходишь и сразу вся сумма видна Вот А мы переходим теперь к сюжету, который мы хотим сейчас показать Мы его снимали буквально два дня назад Как раз, чтобы показать всю ту работу, которую ведется сейчас в налоговой инспекции Внимание на экран С приближением 2 декабря, а именно до этой даты необходимо оплатить имущественные налоги У сотрудников налоговой инспекции начинается горячая пора Обычно сюда приходят налогоплательщики, не получившие уведомления за отчетный период прошлого года Также сейчас увеличилось количество льгот А соответственное число желающих подать заявление на их предоставление Но все же с появлением личного кабинета налогоплательщика ситуация стала проще Единственный плюс налогоплательщиков, когда они посещают налоговую инспекцию Это они пишут обращение И эти обращения теперь рассматриваются в течение пяти дней Не как по закону 59-му и за 30 дней А в течение пяти дней Через личный кабинет, если пишется обращение То это в течение 20 дней рассматриваются они службой Многие налогоплательщики уже оценили преимущества использования личного кабинета Удобствуется, что в любое время можно зайти, оплатить И через какое-то время распечатать платеж с исполнения Он приходит на мобильную почту в виде смс Сообщение, что прошла оплата В операционном зале на помощь всегда придет консультант Если у посетителей возникнут какие-либо вопросы Также в налоговой инспекции есть все необходимое для оформления документов на месте У нас три гостевых компьютера, у нас есть принтер Выход в интернет также есть Потому что налогоплательщики некоторые сохраняют на свой e-mail А потом приходят и здесь распечатывают Также здесь можно оплатить налоги Соответственно, воспользоваться услугами полностью Мадина Мамаева хоть и пользуется личным кабинетом Но в этот раз обратилась в инспекцию лично Чтобы уточнить некоторые моменты относительно имущественных налогов Вы знаете, относительно все быстро Вот я пришла с ребенком И мы минут 10, может быть, даже не сидели И вот сейчас все выясняем Я как бы из-за себя и из-за мужа хочу узнать По доверенности все как нам По многодетной льготу получить обратился Консультант подошел, все объяснил Я сейчас сижу, оформляю данные, заполняю, забиваю Мы живем в Москве, а имеем землю здесь, в Ленинском районе И нам было удобнее здесь зайти и заплатить налог Жителям округа не стоит забывать, что пополнение бюджета муниципалитета происходит за счет сбора налогов Собранные средства идут в том числе на строительство социальных объектов Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ В общем, жизнь в налоговой кипит Это достаточно интересная работа Я скажу честно, мне очень нравится работать в налоговом органе Она многообразна Она позволяет и помогать людям, с одной стороны И с другой стороны, позволяет работать на благо государства, соблюдая его интересы Я напоминаю нашим телезрителям, что вы можете задавать свои вопросы нашему гостю по телефону, которые вы видите на своих экранах Мы переходим к следующему вопросу В этом году появились ли какие-то изменения в налогообложении имущества? Да, у нас некоторые льготы добавились И немножко изменились принципы исчисления налогов В первую очередь, по поводу земельного налога и имущественного налога У нас законодательно ограничен рост налогов по разным причинам 10, не более 10% в год Это первое Это законодатель федеральный у нас подобное ограничение сделал Потому что изменения налогов могут быть связаны с изменениями кадастровой стоимости Они могут быть связаны с другими причинами Могут быть связаны с изменениями налоговой политики муниципальных районов или субъектов федерации Но, тем не менее, рост ограничен 10% То есть налоги не могут быть выше за то же имущество, за которое вы платили в 2017 году Не могут быть выше 10% Это первое Второе, что касается земельного налога У нас введена дополнительная льгота для всех категорий льготных граждан Которые у нас отражены в 391 статье налогового кодекса Но, также я хотел бы обратить внимание, что пенсионеры и многодетные семьи, в том числе С 2018 года имеют налоговую льготу на оплату одного земельного участка в размере 600 квадратных метров Или, по-проще говоря, 6 соток По транспортному налогу изменения заключаются только в том, что Те транспортные средства, которые находятся в розыске в связи с их угоном или кражей Теперь не облагаются налогом до месяца возврата их налогу законному владельцу Раньше это была проблема, потому что после снятия прекращения розыска в связи с течением срока его проведения Вот эта налоговая льгота, она как бы отпадала, но законодатель обратил на это внимание Внес соответствующие изменения Я думаю, что у тех людей, у которых, к сожалению, угнали машину или украли машину Таких проблем будет меньше Также по поводу имущественных налогов Еще я хотел бы обратить внимание С налогового периода 2018 года Это, еще раз повторюсь, тот налоговый период, за который мы сейчас до 2 декабря должны все с вами оплатить имущественные налоги Для льготных категорий налогоплательщиков владельцы хозпостроек площадью не более 50 квадратных метров также имеют налоговую льготу И очень важное еще тоже уточнение сделано для многодетных семей Напомню, многодетные семьи это там, где 3 или более детей Они имеют право на вычет 5 квадратных метров жилья в квартире или в части квартиры или комнаты На каждого несовершеннолетнего ребенка То есть, если это четверо детей, это 20 квадратных метров не облагается налогом Если это частный жилой дом, то это 7 квадратных метров на каждого несовершеннолетнего ребенка То есть, если у вас трое несовершеннолетних детей то за 21 квадратный метр, начиная с налогового периода 2018 года, данные категории граждан могут не платить. Извините, а как оформляется этот налоговый вычет? Смотрите, есть несколько путей. Вся информация о льготных категориях, как правило, поступает в налоговый орган из регистрирующих и иных государственных органов в порядке межведомственного обмена информацией, который осуществляется исключительно в электронном виде. Когда вы получаете налоговое уведомление, я специально с собой распечатал, там есть графа с правой стороны «Размер налоговых льгот». Если вы, как налогоплательщик, полагаете, что вам положена льгота, и вы ее там не видите, то вы можете в праве обратиться в налоговый орган с заявлением, где указать нужно необходимо ту налоговую льготу, на которую вы, как вы полагаете, имеете право. И незамедлительно тогда налоговым органам будет осуществлен перерасчет, и вы получите новое налоговое уведомление. То есть, получается, не надо платить всю сумму, а потом получать из нее вычет? Или как? Вот смотрите, этот вопрос достаточно спорный. По себе скажу. Когда у меня была ошибка, у меня нет льгот, но когда у меня была ошибка, связанная с задвоением в другом налоговом органе, я, так как у меня подходил срок оплаты, для того, чтобы мне не исчислялось последствия пения, я оплатил налог так, как он был указан налоговыми уведомлениями. И уже потом? Одновременно с этим я направил в налоговый орган по месту своей регистрации заявление, и после того, как у меня был сделан перерасчет, в моем личном кабинете отразилась переплата, и я написал заявление на возврат этой переплаты, указал свои реквизиты банковские, и мне эти денежные средства были возвращены в течение семи рабочих дней. И, кстати, по поводу оплаты. Сейчас введена такая функция, как единый налоговый платеж. Да. Расскажите, пожалуйста, про нее. Ну, вот новое налоговое уведомление, оно уже сводное. В нем отражаются все исчисленные физическому гражданину или физическому лицу налоги. Все. Проверить их правильность, как я уже говорил, можно либо прийти в налоговый орган, либо, что проще, зайти на сайт налог.ру, зайти в свой личный кабинет и посмотреть все, что там есть. Соответственно, там отражены все три основных имущественных налога. Это транспорт, это транспортный налог, земельный налог, имущественный налог. Также там может быть отражен налог НДФЛ, налог на доходы физических лиц. В том случае, если по различной причине, может быть, налоговый агент не исполнил или не имел обязанности исполнять уплату ваших налогов на доходы физических лиц. И в том случае, если вы обязаны были сами сделать. Ну, к примеру, разные ситуации житейские бывают, их огромное количество. Ну, это может быть связано, например, с выходом из состава общества в качестве учредителя, если вы где-то были. По-разному это может быть. В некоторых ситуациях обязанность уплатить налог на доходы физических лиц возлагается на самого налогоплательщика физическое лицо. Поэтому вот эти четыре вида налогов, о которых я сказал, которые платят физические лица, они все отражаются в налоговом давлении. Отражается налоговый период, потому что налоговый орган может пересчитать налог за три периода. В некоторых случаях, я о них сейчас немножко остановлюсь, за более большой срок, указывается налоговая база, если это земля или другое недвижимое имущество, это кадастровая стоимость. Доля в праве, указывается налоговый вычет, если он вам полагается, указывается налоговая ставка в процентах, количество владения этим имуществом месяцем в году, повышающий коэффициент, который, например, применим к автотранспортным средствам дороже трех миллионов рублей, сведения о которых публикуются на сайте Минпромторга, размер налоговых льгот и сумма исчисленного налога. И в конце, и того. И оплату сейчас можно производить по QR-коду, который находится на этом налоговом уведомлении, либо в банке, либо на сайте госуслуги, либо в личном кабинете своей банковской карты. Это занимает совсем немного времени. То есть способов теперь много, и все упростилось. У нас вопрос от телезрителя. Имеет ли ветеран труда льготу по транспортному налогу, и в каком проценте? Смотрите, федеральным законом устанавливаются возможности для субъектов федерации вводить или отменять те или иные льготы. На сегодняшний день, по 2018 году я вам точно не скажу, не буду обманывать наших слушателей, но по некоторым регионам такая льгота предусмотрена, по некоторым регионам нет. Насколько я знаю, в Московской области такая льгота предусмотрена. Вы можете обратиться. Она должна быть размещена на сайте Управления Федеральной Налоговой Службы по Московской области. А как вообще узнать о налоговых ставках, которые указаны в уведомлении? И кто их, собственно говоря, устанавливает? Налоговые ставки устанавливаются федеральным законом и в определенных рамках могут изменяться законами субъектов федерации или муниципальными образованиями. Это связано, в частности, налог на землю, налог на имущество, транспортный налог. Ставки по транспортному налогу изменяются только законами субъектов федерации. В нашем случае это субъектом является Московской область. Такая достаточно, мне кажется, распространенная ситуация, когда человек получает налоговые уведомления, но видит там объект, имущество, которое ему не принадлежит. Допустим, как мы уже сегодня говорили, машину человек продал, но она не снята с учета по тем или иным причинам в уведомлении. Что делать в таком случае? В таком случае нужно незамедлительно обратиться в налоговый орган. Как я уже сказал, можно сделать это посредством личного кабинета. Для чего? Как я уже сказал, за наполнение налоговой базы отвечают регистрирующие органы. И они несут за это ответственность. Если к нам обращается налогоплательщик с подобной проблемой, они, к сожалению, еще до сих пор встречаются, то налоговый орган самостоятельно инициативно направляет на основании заявления налогоплательщика, направляет запрос в регистрирующий орган, получает оттуда ответ и уже после этого вносит изменения в налоговую базу. И тогда уже налогоплательщик видит в своем личном кабинете, там нужно все имущество, абсолютно все, которое подлежит налогообложению. Я еще хотел бы, если позволите, на одном моменте остановиться, очень важным для понимания, и почему-то об этом немного говорят, а это очень важный момент для налогоплательщиков. У нас установлена законом норма, согласно которой налогоплательщик обязан уведомить налоговый орган о тех объектах налогообложения, которые не отражены у него либо в личном кабинете, либо когда он получил налоговое уведомление, и он видит, что да, у меня есть земельный участок, но он в уведомлении не указан. Так вот, у нас теперь есть такая обязанность налогоплательщика уведомить налоговый орган, и я скажу, для чего это нужно делать. Если вы этого не сделаете, то рано или поздно налоговый орган получит информацию о наличии данного объекта, и тогда он сможет пересчитать налог этому налогоплательщику с момента возникновения права собственности на данный объект налогообложения. Поэтому лучше обратиться самому, вы просто-напросто сэкономите свои деньги, грубо говоря. Ну да, и в том числе и нервы. И нервы, и деньги, и время. А какие правила оплаты налога, если объект сразу нескольким принадлежит? Это все отражается налоговым уведомлением. Если здесь есть графа доля вправе, если, к примеру, квартира принадлежит двум людям, разным людям, то у каждого есть своя доля вправе, это может быть и 10%, и 30%, и 50%. Да, ну, возьмем там 40 и 60, соответственно, на данную квартиру исчисляется налоговая база, на право собственности каждого конкретного налогоплательщика исчисляется налоговая льгота, и они пропорционально платят 40 и 60%. Если у вас совместная собственность, где не разделены пропорционально доли вправе, то сколько совместных собственников есть? Два, значит, по 50%. Три, значит, по одной трети каждый платит. А возможен ли возврат суммы ранее уплаченного налога? Да, конечно, возможен, но хочу обратить на один важный аспект внимания. Возможно по налогам, по переплате, которая возникла за период не более трех лет назад. То есть если вы обнаружили... А то по налогу, которая возникла у вас 5-7 лет назад, к сожалению, вернуть ее уже не получится. Это установлено в федеральном законодательстве. Можно написать заявление на возврат денежных средств. На ваш расчетный счет обязательно нужно указать свои полные реквизиты, в том числе расчетного счета. Можно данные денежные средства зачесть в уплату иных налогов. Например, с земельный налог можно зачесть, как налог за имущество, перерасчет сделать. И можно оплатить налоги будущих периодов. Это как удобно налогоплательщику, его поручение любое налоговый орган исполнит. Более того, в личном кабинете прямо есть отдельная графа распорядиться переплатой. Вы можете, когда входите в личный кабинет, она на лицевой стороне, на первой странице. Если у вас присутствует переплата, то там вы можете совершенно свободно, как вам заблагорассудится, в рамках закона ей распорядиться. У нас есть следующий вопрос, но мне кажется, мы на него уже в течение эфира ответили. Почему налоговые уведомления не приходят, если нет компьютера и личного кабинета? Ну, в таком случае мы уже сказали, что необходимо сразу же обращаться. Да, необходимо обращаться. Вы знаете, налоговый орган хранит все реестры почтовых отправлений. Если налогоплательщик обращается с заявлением о том, что ему не пришло налоговое уведомление, он полагает, что он правомерно пропустил срок уплаты налогов. Но я могу сказать, что на моей практике такого еще не было, потому что мы все реестры храним. Мы всегда доказательную базу имеем в направлении налоговое уведомление. Проще прийти, обратиться, вам распечатают это налоговое уведомление, еще проще открыть личный кабинет. Когда мы начинали сегодняшний эфир, мы говорили о самозанятых. Но давайте немножечко снова вернемся к этой теме. Но более подробно поговорим об индивидуальных предпринимателях. Каково у них взаимодействие выстраивается с налоговой инспекцией? Ну, индивидуальный предприниматель, как я уже говорил, во-первых, тоже может быть самозанятым. Мы уже это говорили, не будем повторяться. Если индивидуальный предприниматель осуществляет свою предпринимательскую деятельность по основанию предусмотренным 23-й статьей Гражданского кодекса, то он обязан в первую очередь встать на учет как индивидуальный предприниматель. Для этого нужно обратиться с заявлением по установленной форме, встать на учет, получить свидетельство о постановке на учет в качестве лица, осуществляющего индивидуальную предпринимательскую деятельность. В дальнейшем, в зависимости от того, какую деятельность выбирает этот индивидуальный предприниматель, он может себе избрать вид, тип налогообложения. Или, проще говоря, налоговый режим. У нас их существует один общий, общая система налогообложения, и четыре специальных. Это специальный режим налогообложения для сельхозпроизводителей, упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения и единый налог на вмененный доход. Какую себе избирает индивидуальный предприниматель систему налогообложения, такой он в последующем и должен придерживаться. Зачастую возникает очень серьезная и иногда массовая, уже сейчас нет, раньше была массовая проблема, связанная со следующим. Индивидуальный предприниматель зарегистрировался, все хорошо, но потом в какой-то период он решил прекратить свою деятельность как индивидуальный предприниматель. Ему нужно закрыть? Да, он обязан по установленной форме также уведомить налоговый орган о прекращении своей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Я обращаю внимание, очень важно получить уведомление о прекращении. Почему это нужно сделать? Потому что бывают ситуации, когда человек некорректно заполнил заявление, сдал его в налоговый орган. Налоговый орган это заявление не исполнил в связи с ошибкой или по каким-то другим объективным причинам. Человек думает, что он прекратил статус индивидуального предпринимателя, а на самом деле это не так. И ему продолжают определенные налоги исчисляться. Это очень большая проблема, я прошу всех обратить на нее внимание. Есть еще одна проблема, которую мы сегодня не озвучили, которая все реже встречается, но, к сожалению, она еще до сих пор есть. Эта проблема тянется с прошлых лет, достаточно давно. И касается всех нас, ну, многих может коснуться, раньше, точнее, извините, так, раньше касалась. На сегодняшний день она уже не настолько актуальна, но люди, те, которые этой проблемой коснулась, они получают определенное неудобство. Она связана с тем, что некоторые налогоплательщики имеют два ИНН. И тогда, конечно, исчисление налогов идет некорректно. Я обращаюсь ко всем, если вам известно о том, что у вас, как у физического лица, два индивидуальных номера налогоплательщика, случаи уже эти единичны, я прошу незамедлительно обращаться в налоговый орган для того, чтобы у вас остался только один актуальный индивидуальный номер налогоплательщика. Тогда у вас не будет задвоения налогов, тогда у вас не будет неправильного исчисления налогов. Это очень важно. И, наверное, мы сегодня осветили все сферы деятельности и самозанятых, и предпринимателей, и обычных людей, да, можно так выразиться, кто трудится на работах своих. А в заключении, наверное, эфира уже хочется поговорить о самом главном, о санкциях, которые ждут неплательщиков. Вот, да, это очень важный вопрос. Я прошу всех серьезно вниманием отнестись к нему. Налоговый орган не только исчисляет налоги, но еще и является уполномоченным органом по взысканию этих налогов. Поэтому, что ждет недобросовестных налогоплательщиков, которых, я полагаю, среди нас очень мало? В течение двух месяцев, если физическое лицо не уплатило налог, налоговый орган уставляет уже не налоговое уведомление, а налоговое требование, в котором требуют оплатить налоги. Потом, если и это требование не исполнено, налоговый орган уже в порядке статьи 48 Налогового кодекса формирует пакет документов и направляет мировому судье по месту регистрации налогоплательщика заявление о вынесении судебного приказа о взыскании исчисленной недоимки. Судья объективно рассматривает поступившие материалы, в большинстве случаев удовлетворяет заявление налогового органа, и налоговый орган получает право направлять материалы судебным приставам для возбуждения исполнительного производства, для взыскания. На сегодняшний день мы очень плотно взаимодействуем с Федеральной службой судебных приставов. Я могу сказать, что их работа налаживается уже значительно лучше, чем это было несколько лет назад. Более активно служба судебных приставов взыскивает денежные средства. И на сегодняшний день я интересовался, у нас уже достаточное количество людей, которым ограничен выезд за границу, я про жителей Ленинского района сейчас говорю. Те, которые своевременно не оплатили налоги и полагают, что они могут так поступать дальше. Более того, согласно 257-му постановлению правительской Российской Федерации, налоговая инспекция является уполномоченным органом в делах о банкротстве. И по тем налогоплательщикам, которые систематически не исполняют свои обязанности, есть такие, которых задолженность превышает полмиллиона рублей, по данным налогоплательщикам мы инициируем процедуру банкротства. И уже со всеми последующими нехорошими, извините за автавтологию, последствиями для налогоплательщиков я предлагаю до этого не доводить. Полностью, да. Все, это закон о банкротстве, 127-й федеральный закон о несостоятельности банкротства. Специальная глава позволяет и обязывает финансово управляющего банкротного лица реализовывать его имущество. Это долго. Отдельно можно целую передачу про банкротство рассказать. Я надеюсь, что никто из наших налогоплательщиков до этого не дойдет. Все будут своевременно уплачивать налоги. И, наверное, стоит напомнить очень важный момент, о котором мы сегодня уже и в сюжете говорили, что все наши налоги идут, собственно говоря, на социальные нужды и идут в бюджет Ленинского района. Да, абсолютно так. Все налоги, которые я перечислил, это все налоги, которые поступают в бюджет либо субъекта федерации, либо Ленинского муниципального района, в том числе и муниципальных поселений. Про 2018 год мы сейчас говорим. Вы посмотрите, как развивается Ленинский район. Это делается в том числе на наши с вами деньги. Мне приятно ходить по городу Видное, приятно ездить в некоторые места в Ленинском районе. Я вам честно скажу, я живу в другом районе Московской области, но мне здесь очень нравится. Но это надо понимать. Если мы сегодня не будем исполнять свои обязанности по уплате налогов, то мы будем жить и ходить по грязным улицам, например. Или у нас некачественно будет вывозиться мусор. Много проблем мы можем сами себе создать. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям и говорю о том, что это обязанность наша. Обязанность, исполнение которой приносит нам благо. Так я полагаю. Большое спасибо, что пришли сегодня на эфир к нам, ответили на все вопросы. Будем ждать вас снова. А нашим телезрителям мы напоминаем, что у вас осталось две недели, чтобы оплатить имущественные налоги. Всем спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»